Доброго времени суток народ! Собрал я себе печку, пекарню. Такой вот здоровый здоровый системник с боковым стеклом с галеным. Ухо-близ. Thermaltake S300 модель. Обошлась она мне меньше 3000 рублей, потому что он, во-первых, уцененный. У него вот тут сбоку царапинка. Небольшая, незаметная. И бонусы. Так-то у него цена была 4200, но 2800 с копейками он мне обошелся взлетать. Оттуда я поселил свою плату. Asus ROG. Вот даже пленочку еще не оторвался, стекла. В нем был один вентилятор, сзади он тот вот, 120 миллиметровый, трехпиновый. Ну я купил такую вот вертушку с неуправляемой подсветкой. На удивление для меня подсветка приятная на вид. Четырехпиновый, 120 поставил назад. Надо, потому что еще купить таких вентиляторов одинаковых. Поставить их наверх. Раз, два, три. И туда три на всос воздуха. И еще три можно поставить вот здесь вот. Ну когда я разоберусь, как вот эту морду снимать. Потому что я с налета не разобрался. Плата у меня тут та самая Asus ROG. Акрас Хайл 7 Дарк Хера. Вон там вот 128 гигов оперативочки стоит. На три часа. Блок питания тоже ROG TOR 1200. С вот метром встроенным. Он без ЛГБТ подсветки. Потому что подсветки мне хватает от кулеров. Вот этих вот. на плате вот. И вон. Корзину с жесткими дисками под жесткие диски я снял. Потому что у меня вот на плате там SSD-шка вон. Под надписью DarkHera. Это ее радиатор. Кулер процессора пока еще. боксовый. Я жду пока ко мне приедет Big White Dark Rock 4 Pro. На 250 ватт. На 7 теплотрубок. Огромный. Такой весь из себя. В корпусе в этом монтаж можно. Я пропустил кабели сзади. Это предусмотрено. Их там на стяжечки посадил. Корпус допускает монтаж видеокарты. Вот. Вертикально. На райзере гибко. Вот это вот целиком откручивается. Вот эта вот часть. поворачивается боком. Прикручивается. И там крепеж специальный. Та вот корзина на два жестких диска. 3,5 дюймовых. Которых я снял. Можно вот туда вот прикрутить. Эти жесткие диски. И SSD-шки можно вот прикручивать сзади. И по-всякому. В общем. Вот сюда можно и водяночку установить. И вперед. И наверх. И по-всякому. Это один из самых крутых корпусов. Из такого достаточно доступного сегмента. Реально крутых. И у него пылевые фильтры снизу. Пылевой фильтр съемный на магните. Он там вот сзади сбоку. Сверху тоже на магните. Пылевой фильтр. Вот здесь вот боковые пылевые фильтры. Ну а там вот снизу просто дырка. Ха-ха-ха. Надо тут какой-то будет кусок поролона положить. Еще что-нибудь. Потому что вот здесь вот просто дырка. Без фильтра. Вот здесь вот фильтры есть. А там нету. И еще. Здесь у меня сейчас две 3060 стоят. Мои. Которые работают. Процессор не работает. На нем никакого там деятельности не ведется. Только поддержка операционной системы. Поэтому там кулер такой слабенький сейчас. Потребление небольшое. 290 ватт. Каждая карта сейчас кушает по 105-107 ватт. И я вам скажу, что не хватает одного кулера на выдув. И одного на всос. При этом вот тут вот ощутимо воздух теплый. И вот здесь вот теплый воздух выходит сверху. То есть вот здесь кулеры надо вставить. Исключительно на то, чтобы они высасывали воздух из корпуса. Потому что горячий воздух поднимается вверх. Тут даже стекло вот. Чувствуется прекрасно. Что оно тепленькое такое. Конечно может быть я зря пленочку снял. Теперь за лапу стекло. Ну фиг с ним корпус мой. Не на продажу. И в принципе я планирую вот эти карты потом продать. Со временем. Но я хочу 3090. Пацаны. 3090. 24 гига памяти. Если выбрать хорошую модель. Ее хорошо обдувать. То она проживет долго и счастливо. Особенно если это допустим лучшая видеокарта 3090. Из вообще всех что выпускаются. Это MSI RTX 3090 Supreme X 24 гигабайт. Она тупо лучшая. Лучшая элементная база. Вот по всем обзорам смотрел. И там прекрасный охват. Так что я ее хочу. Но они еще пока слишком дорогие. А когда она у меня будет. Тогда уже можно и монитор. Нормальный. Так эта деятельность тут идет. Вот. Вот у меня тут эти. Выставлены все программы обеспечения. Бинда десяточка. Вон видно что у меня тут по напряжениям. По температуре. Спу. Пата 45. ВМ56. Вентилятор. Это вот задний вентилятор. Это вот этот вентилятор. Так что. Вот так вот. Красота. Кстати. Это. Рог Даркхера. Две антенки. Есть. Wi-Fi. Встроенный в ней. Так что. И у него много фаз питания. У него вообще. Вот. Максимально возможное число фаз питания. В этой материнке. Даркхера. И она совершенно спокойно тянет. В разгоне. Райзен 9. 5950x. И возможно еще какие то процессоры. Рамуде. Выпустит. На. АМ4 сокет. Поэтому. Я и взял такой большой кулер. И жду. Пока совета приедет. Ну. Вот так вот. Так что. У меня теперь есть пекарня. Мышка. Удобная. Но старая. Кваратура тоже старая. Удобная. Вот монитор. Вот такой вот. Ну. Монитор. Со временем я наживу. Сейчас главное вентиляторы. Чтобы выдували. Они горяченький воздух. Из корпуса. А то сейчас оно шумновато. С двумя то вентиляторами. Просто не успеваю то выдувать. Вот в чем дело. Одного вентилятора на выдух мало. На вдух того тоже маловато одного. Да его снять надо будет. Вот. Вот здесь. А эти вот. Все таки приятные. Это. Дипкуловский. 120 миллиметров. Вентилятор. Четырех пиновый. Ну. Ладно. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч. Тихо. Помимо.